Библейский портал экзегет.ру представляет Десятая глава книги «Чисел», перевод российского библейского общества, читаю для библейского портала «Экзегет». Девятое завершилось на том, что израильтяне отправлялись в путь по указанию Господа, в зависимости от того, как облако, ночью огонь, днем облако, которые были на скине, оставались или двигались дальше. Ну, а как проходило это все? Там огромный лагерь, очень много людей. Ну, вот Десятая это описывает. Господь сказал Моисею, сделай две трубы. Из чеканного серебра сделай их. Они будут служить тебе, чтобы созывать общину и чтобы подавать сигнал к выступлению. Если протрубят в обе трубы, вся община должна собраться к тебе, ко входу в шатер встречи. То есть, место, где он говорит с Богом. А если протрубят в одну, так к тебе должны собраться только вожди, главы кланов Израиля. Когда протрубят сигнал стрелью, ну, тут какой-то особый вид сигнал, да, мы не знаем, как это звучало, но вот что-то необычное. Пусть отправляются в путь те войска, что расположились на восточной стороне. А когда во второй раз протрубят сигнал стрелью, те войска, что на южной стороне. Они же там, и это было в самом начале книги, идут в определенном порядке, располагаются в определенном порядке. То есть, это вот сигнал к выступлению. По сигналу стрелью войска снимаются с места. А чтобы созвать собрание, трубите просто, без стрелей. Трубить в трубы должны священники, потомки Аарона. Это вам предписание на веки, соблюдайте его из рода в род. Когда будете воевать на своей земле с напавшими на вас врагами, то трубите в трубы. Это будет напоминанием о вас пред Господом, вашим Богом, и вам будет дарована победа. В дни радости, в празднике Иноволуния трубите в трубы, принося жертвы всесожжения и пешественные жертвы. Это будет напоминанием о вас пред Богом вашим. Я Господь, ваш Бог. И вот трубы остаются как наставление и для жизни уже оседлой. Ну и вот они отправляются. Во второй год, в 20-й день второго месяца, облако поднялось на цкинии Завета, и сыны Израиля выдвинулись в путь, покидая Синайскую пустыню. Облако остановилось в пустыне Паран. Это был первый раз, когда они выступили в поход, следуя указаниям Господа, данным через Моисея. Вот только что было теоретическое описание, долгое и подробное теперь тестирование, как это сработает. Сначала в путь пустилось войско потомков Иуды, отряд за отрядом. Их возглавлял Нахшон, сын Аминадава. Отряд племени Иссахара возглавлял Нетанел, сын Цуара. Отряд племени Завулона возглавлял Элиав, сын Хелона. Затем была разобрана скиния. Потомки Гершона и потомки Мирали отправились в путь, неся скиния. Затем выступило войско Рувима, отряд за отрядом. Их возглавлял Элицур, сын Шадеура. Отряд племени Симеона возглавлял Шалумель, сын Цуришаддая. Отряд племени Гада возглавлял Эльясав, сын Деуэла. Затем отправились в путь потомки Кихата, неся священные предметы. К их приходу на новое место скини уже должны были установить. Да, вот как все размеренно, вот так, чтобы не ждать никому лишнего. Затем выступило войско потомков Ефрема, отряд за отрядом. Их возглавлял Элицшама, сын Амихуда. Отряд племени Манасии возглавлял Гамлиэл, сын Педацура. Отряд племени Вениамина возглавлял Авиданс, сын Гедауни. Последним выступило войско потомков Дана, отряд за отрядом. Их возглавлял Ахиэзер, сын Амишаддая. Отряд племени Асира возглавлял Пагиэл, сын Ухрана. Отряд племени Нефалима возглавлял Ахира, сын Энана. Таков был порядок движения сынов Израилева, когда они выступили в поход, отряд за отрядом. И вновь и вновь мы думаем, зачем так долго и подробно. Потому что читали и слушали люди, принадлежавшие к этим племенам, им было важно найти себя в этой священной истории. А себя они находили, находя своих предков. Как сегодня люди смотрят там сайт «Подвиг народа», «Шествие бессмертного полка». Есть и другие разные формы памяти о том, что мы наследники своей истории. Для них это было особенно важно. Мы находим себя внутри этой священной истории. Моисей сказал Хуваву, сын Ревелла, медьянитянина, тесте Моисеева. А ведь, смотрите, у Моисея жена из Мадиама, его тесть, которая там ему помогала. Вот его, тут еще потомки, ну, другие, соответственно, его какие-то братья, его жены. Мы направляемся в ту землю, которую Господь обещал нам отдать. Идем с нами, и мы позаботимся о том, чтобы тебе было хорошо. Ведь Господь обещает сделать Израилю много добра. Но тот ответил, нет, я вернусь в свою страну, на родину. Не оставляй нас, сказал Моисей, ты умеешь находить нам удобные места для стоянок в пустыне. Ты будешь нашими глазами. Если ты с нами пойдешь, и Господь сотворит нам добро, мы позаботимся, чтобы и тебе было хорошо. Кстати, не сказано, какое решение он принял. Но зачем этот эпизод здесь? Такая мелочь. Во-первых, с израильтянами идут какие-то другие люди. А во-вторых, обратите внимание, с одной стороны, вроде как все проходит по воле Божьей. То есть, облако поднимается над скиньей, они идут вперед, дальше. А с другой стороны, люди-то тоже в этом участвуют, причем не только израильтяне. Вот священная история, она вовсе не означает какого-то такого пассивного наблюдения над всем происходящим. Это активное вовлечение людей в эту жизнь, в том числе даже не израильтян. Отправившись от горы Господней, они шли три дня, и все три дня ковчег договора с Господом двигался впереди, чтобы находить и указывать им места для ночлега. Смотрите, одновременно человек это делает, и ковчег, да? И сам Господь. А днем, когда они покидали стоянку, облако Господне поднималось над ними. Когда ковчег трогался в путь, Моисей говорил, вперед, о Господь, пусть рассеются твои враги, пусть недруги твои бегут прочь. А когда ковчег останавливался, Моисей говорил, вернись, Господь, бесчисленных тысяч сынов Израилевых. Ну, или, может быть, лучше перевести, как останется. Вот они идут, вот все хорошо, вот прямо Господь со своим народом, народ со своим Господом, все размеренно, все замечательно. Ой, если бы, когда имеешь дело с людьми, наверняка что-то пойдет не так. Об этом будет в 11 главе, не только в 11, но 11 прямо вот будет целиком про это. Нам было скучно это читать, а народу не было ли скучно это все исполнять? И жить вот, 40 лет они странствовали, да, вот 40 лет одного и того же. Неужели не хотелось разнообразия какого-нибудь? Захотелось об этом 11 глава.